Салеветы мои амийцы, или амийцы лингве латины. Здравствуйте, дорогие друзья, друзья латинского языка. Елена Анатольевна Лысак, СУМ. Я Елена Анатольевна Лысак, магистра Академии Лэгис, преподаватель Московской Государственной Юридической Академии. Сегодня я хочу с вами поговорить про способы изучения латинского языка. Кто-то из вас только начинает увлекательный путь в мир латинского языка, кто-то его уже заканчивает. В любом случае, хочется, чтобы это время, потраченное на изучение латыни, вы провели с пользой, с интересом и с удовольствием. Мне сейчас пришло в голову сравнить путь изучения латыни с дорогой, у которой есть начало. В тот момент, когда вы открываете первый раз учебник, начинаете изучать правила чтения. Дорога эта будет не всегда ровной и гладкой, но до конца вы в любом случае доберетесь. И только от вас зависит, как гладко и быстро вы до него дойдете. Я сейчас обращаюсь к студентам, у которых процесс изучения языка ограничен одним или двумя семестрами, четкой программой, планами ваших семинарских занятий, и результатом является экзаменационный зачет или экзамен по этому предмету. По пути изучения латыни можно, в принципе, проковылять, собирая все ухабы и неровности дороги, проклиная злую судьбу студента. А можно быстро прошагать, разглядывая достопримечательности и любуясь языком. Можно пробежать, высунув язык, добраться до финиша и не помнить, что там встречалось по пути. Я советую начинать учиться прямо с первого семинара, выполнять все задания, слушать преподавателя. Тогда вы гарантированно прибудете в пункт назначения с зачетом в кармане. Считается, что латинский язык – мертвый язык. Действительно, не осталось живых представителей, людей, у кого бы латынь была национальным языком. Мне кажется, в наших силах оживить латинский язык, сделать его естественным языком. Ведь, в принципе, говорить на любом языке – это самое естественное и нормальное, что присуще любому человеку, любому мыслящему существу Homo sapiens. Любой конкретный язык мы получили не от природы, не само собой, а от носителей языка, которые нас воспитывали. Это родители, может быть, нянька, может быть, гувернантка. Беседа, разговор, способность пользоваться языком – это самая человеческая вещь, которая дарована, вложена в человека. Можно это выразить и по-латински попробовать. И таквы сермонем аутлингвы факультатем эсэрем хуманиссиме эст, ква инсерт инхомене. Беседа, разговор – это способность пользоваться языком. Это самая человеческая вещь, которая есть в человеке, которая заложена в него природой. К сожалению, в этом вы сами все время убеждаетесь. Наша действительность такова, что на семинарах не хватает времени на простое живое общение. Программа составлена так, что мы изучаем тексты римских юристов, изучаем грамматику, читаем, переводим, разбираем тексты. Но на живую разговорную латынь в Риме не остается. Поэтому сейчас мне хочется уделить этому внимание. Как преподавателю мне всегда интересно удивить студента, заинтересовать его, показать красоту языка, показать, что язык – это не только академический учебный материал, но и средства общения, разговора, сказок, песен, театральных постановок, в конце концов, ругательств. Язык, общение, на нем говорили все люди, простые люди. Вы знаете, недавно в местечке Виволанды, это в горах Шотландии, были найдены письма римских солдат, которые приходили с завоеваниями в те места. И это были эти таблички с письмами солдат. Это самая простая, обычная речь. В Шотландии климат суровый, холодно, пронизывающие ветра. И солдаты писали домой, пришли мне теплые носки, пришли мне шарф, теплую одежду. И, понимаете, да, они были грамотными, они писали эти письма, а дома их получали, читали, посылали им, соответственно, выполняли их просьбы. Но это простая латынь, и мы можем ею заниматься в свободное наше время. Кроме того, такую простую, разговорную, вульгарную латынь можно найти в пьесах «Теренция» или «Петрония». Там тоже такая полужаргонная латынь. Даже тот гимн студентов, «Гаудамус игитур», который вы прекрасно знаете, который мы читаем, разбираем, поем, это же тоже не какой-то высокий язык, невысокий стиль, это набор куплетов, восхваляющих обычную жизнь, говорящих о сложностях нашей жизни, и, в общем-то, самый обычный язык вы видите в этом гимне. Знаете, кроме этого классического, этой классической песни, существует масса современных песен, которые любители и знатоки латыни перевели на этот язык и исполняют на латинском. Например, «Если у вас нету тети», или «Еллу сабмарин», или «Сурок» песня, «Крылатые качели», ну, очень много песен. Даже в лесу родилась елочка. Представьте себе, можно встретить Новый год и водить хоровод, и петь песню на латинском. Я вам даже сейчас ее напою. Сейчас. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. «Ин сильва ната эст абиес, ин сильва крест цебат, эстэ адквэ хиемэ хэквиридис эрат, кантабат хием скантикум, тудорми абиес, тегебат фригор нивибус, ни фригеас кавэ, суб абиете лепурес, сальтабанд тимиди, нанумквам, лупи сильвестес, курэбанд хороди, эт нун карната абиес, атфестум адвенит, эт мульта мульта гаудиаин, фатибус тулит». Ну, вот как-то так. Представьте себе, следующий Новый год будете встречать по-латински. И еще, кроме сухих юридических текстов, можно выучить самые простые житейские обиходные слова. Хотя бы научиться здороваться, прощаться по-латински, просить разрешения что-то сделать, просить извинения. Ну, вот, например, поздороваться можно словами «сальвэте» – «здравствуйте», или «сальве мультум» – «здравствуйте все». Или спросить «у вас все в порядке?» «Сунт вестра сальва». Отвечаю я на приветствие обычно следующими словами. «Эквидем валио» «эт сальвус сум ректе» «Я здоров и в полном…» «И все у меня хорошо», «в полном порядке». Или «эквидем виву ректе». «Я живу хорошо». «Эквидем виву бене», можно сказать. Когда урок заканчивается, я говорю «претерри темпус» «время истекает». Или «фугит» «ирепарабили темпус» «время убегает безвозвратно». «Нон тенебо воз плюрибис» «больше вас не задерживаю». «Просто попрощаться». «Валете», «до свидания». «Бене валете», «эт вивите». «Хорошего вам здоровья», «хорошей жизни». «До свидания». «Кура,эт валиас». «Работайте и будьте здоровы». «Эго отсперу воз прабедиум вэдебу». «Я надеюсь, в скором времени вас увидеть». «Бывает, есть необходимость попросить о чем-то». «Хок вальде терого». «Очень тебя прошу». «Ид те вехиментер, эцем адква эцем рогу». «Об этом тебя сильно-сильно прошу». «Ид утфа цес, те эцем адква эцем рогу». «Сделай это настоятельно тебя прошу». «Поблагодарить» можно словами. «Грациям хабео». «Я имею благодарность», «благодарю вас». «Хабео вобес», «вас благодарю». «Грациям тиби», «спасибо тебе». «Принести извинения» можно словами. «Абсцекру мии игноскас». «Прошу, будь добр, прости меня». «Или игносциты михи амицы, простите меня, друзья». «Да веням ханк михи, дайте мне прощение». Ну, а если вы даете прощение, так и говорите. «Веня сид дикто, даю вам прощение». Фразы, в общем, такие ёмкие, хорошо запоминающиеся. Вы их запомните, их блесните при случае, прослывёте образованным человеком, знающим латынь. Ну, и я вам обещала дать список бранной лексики. Исходя из опыта, народ живо интересуется такими словами. «Асинус», «осёл», «карнуфекс», «висельник», «фурцифер», «негодяй», «грассатор», «бездельник», «игнавэ», «лентяй», «импураты», «подлец», «мастигиа», «дармоед», «опердитум латроном», «вот злодей», «стульциор стультиссимо», «глупец из глупцов». Вот ещё возгласы возмущения и разочарования. «Инсанис», «да, инсайн», «инсейн», «ты с ума сошёл», «оу, да ты стабелем хоменем», «вот отвратительный человек», «аби ин малом круцем», «пошёл к чёрту», «аби ин малом рем», ну, примерно то же самое. Ну, надеюсь, я вас повеселила этими словами. На сегодня информации к размышлению достаточно. Есть фразы, которые, я надеюсь, вы выберете, запомните и будете использовать в своей жизни. Может быть, на семинарах блеснёте. «Non tenebo vos pluribus». «Больше вас не задерживаю». «Valete amici». Ваша Елена Анатольевна Лысак. Просто-просто пушка, малышка-безделушка, Любимая игрушка, ты просто-просто пушка. А я попал в ловушку с малышкой-безделушкой, Срывает мне катушку, ты просто-просто пушка.